Добрый вечер. Дорогие калужане, я вас приветствую на открытии митинга в защиту нашего колхозного рынка. Эта проблема собрала нас всех здесь. Я просил бы отдельно подойти всех приглашенных депутатов и от муниципального образования городских властей, кто хочет выступить по этой проблеме, потому что проблема насущная. Несколько тысяч человек сейчас буквально лишаются рабочих места, своего имущества по вине городской управы города Калуги, которая в свое время, не предупредив людей, загоняет их к обальные условия на новые коммерческие площадки рынка, которые находятся в промзонах нашего города. Соответственно, не обеспечены ни подъездом, ни камерами хранения, ни стоянками, то есть ни элементарным прохождением людей. Поэтому, если кто-то из представителей власти и приглашенных депутатов хочет выступить по этому поводу, мы хотели бы их услышать, что вообще в городе происходит с землей и объектами недвижимости. То, что у многих возникают вопросы, почему продаются киотетовцы центральные, почему аэропорт Графцева выставили на продажу, что происходит с землей калужского колхозного рынка. Проблем на самом деле в городе накопилась масса, я думаю, каждый из вас видит их, и поэтому хотелось бы услышать боль каждого. Поэтому мы собрались здесь, чтобы донести до Верховной власти, до нашего президента Владимира Владимировича Путина, наше обращение, в котором мы коллективно просим сохранить наш рынок на историческом его месте. Да, мы его пытаемся благоустраивать, да, мы согласны соинвестировать, но просьба большая прислушаться к мнению народа и калужан, и оставить его на прежнем месте, на улице Марата-2. Господа депутаты, если кто-то хочет сказать по этой проблеме, милости просим. Любые заинтересованные лица, то есть мы готовы услышать ваше мнение. Не стесняйтесь, народ вас выбирал, поэтому скажите свое веское слово. Морозов пусть выступит, скажи. Позови Морозова. Нет, депутаты пришли, но они выступать не желают. У меня не депутат. Давайте выступим. Умничка! Так, я живу в Калуге всю жизнь. Рынок здесь был. С времен, не знаю каких, еще, наверное, были старые люди, эти городские головы. Сейчас хочу что сказать. Почему сносят рынок, а? Что больше дел нету? Вы посмотрите, Калуга вся обшарпанная. Водят этих, экскурсии делают по Воскринской улице. Почему город купеческий не сделают, как в Туле, Липецке, сделать красивые дома, чтобы экскурсоводы, эти экскурсанты ходили и любовались? Нет, они привязались к рынку. И я думаю, что во всем виноват Артамонов. Почему он не вмешается в это дело? Мы пенсионеры. Как мы поедем в такую, да, рынок этот? Да там еще идти надо минут 30. Квартал целый. Тебе сказали, пусть селил автобус. И что это за автобус? Я пока там выхожу, у меня давление. Обратно я что, поеду, мертвая? Нет. Конечно, девочки, правильно я говорю. Теперь хочу сказать про рынок наш, с Калужской. В Калуге рынок очень хороший. Продавцы отличные. Там посоветуют тебе, какое мясо взять, какую рыбу. Так же и промтовары ходишь. Всегда девочки. Мне нравится, так они еще тебе сто этих привезут. Померить. И хочу сказать про Артамона. Он во всем виноват. Этот губернатор, он не советуется ни с людьми, ни с кем. Он идет по главам. Ах, раз снимать. Кто его снимет, он сам себе поставил. Вот третий период он там. Что он там делает? Что он сделал для людей? Ничего. Абсолютно. Вот эти теперь парки задумываю. Какие-то парки. Да парков хватает. Ты сделай этот парк, зоопарк. В этом, как ее? Где он там? Ладно. Сделай зоопарк, где рынок новый сделал. Сделай там зоопарк. И парк, если тебе нравится. На что он здесь нужен, парк? Сквер Мира. А теперь хочу сказать. Парк Солковского. Что он там натворил? Какую-то там городушку строит. Наставили этих скульптур Гоголю. Я там хожу, все время постоянно гуляю. Приезжают москвичи, смеются, удивляются. Кому это памятник? Что хоть бомж будет стоить? Он хоть и на Гоголя не похож. Ну, это что за безобразие? Должен мешаться губернатор. Гравцов, он пришлый человек, он не наш. Он подчиняется ему. А губернатору стыдно должно быть. Должно быть слушать людей, которые работают там. Спасибо большое за выступление. Мы надеемся, что городские власти все-таки прислушаются к нашим проблемам. И оставят людям рабочие места. Потому что мы все переживаем у всех семьи, у всех дети, у всех ипотеки, у всех кредиты. Мы живые люди, мы хотим работать, обеспечивая нас рабочими местами. Мы хотим пересключить договор с Гороправой на это место. Мы готовы создать свое юридическое лицо, если вас не устраивает прежний арендатор у Калуга рынок. Но повернитесь к нам лицом. Это общая проблема города. Поэтому мы просим городские власти прислушаться к этой проблеме и обратить на нас внимание. Мы готовы идти на переговоры, мы готовы общаться в любом формате правового поля. Но нас не хотят слышать, не хотят видеть, не хотят читать за людей. Потому что многие торгующие на нашем рынке, есть и многодетные матери, есть и матери-одиночки. Людям просто тяжело в момент экономического кризиса выживать. А еще вот это переселение на новые места для многих просто купительно. Поэтому мы и просим Владимира Владимировича Путина прислать сюда аудиторов счетной палаты. Пусть они найдут порядок в конце концов в этом городе. И объясняют народу, что происходит с землей и с имущественным комплексом. Почему все продается, непонятно кому, непонятно куда и зачем. Мы хотим знать, мы калужане, это наш город. Добрый вечер, товарищи. Накопилось столько много проблем в нашем городе. Продаются фабрики, заводы. Убираются способные, талантливые директора. За этот период времени продана птицефабрика, ликероводочный завод. Калужанка, макаронная фабрика не работает, завод телеграфной аппаратуры, завод Кемс. Детская кухня не работает. Скажите, пожалуйста, что это делается в нашем городе? Люди в 90-е годы, когда была зарплата, не платила, не выплачивали зарплату, люди, чтобы прокормить свою семью, они кто как мог устраивался, кто занялся бизнесом. В частности, на рынке люди устроились, чтобы кормить свою семью. Теперь они как бы уже начали работать с полной мощью, и здесь вдруг опять продается рынок, земля под рынком продается. И нас просто-напросто выгоняют с рынка. Это что такое? Власти не хотят слушать ни нас, ни референдум не было, ни народа никого не слушают. Мы уже обращались во все инстанции, вплоть до приемной Путина, пока никаких результатов нет. Конечно, это всем руководит наш губернатор. Только с него надо спрашивать. Вы знаете, если губернатор не делает ни для народа ничего хорошего, такой губернатор нам не нужен абсолютно. Вы знаете, что я считаю, если из приемной Путина не поступило ни одной бумаги, которая стоит за народ, а только поддерживает то, что делает наш губернатор, то я считаю, что и Путина... Зачем мы тогда голосовали за такого президента, который не хочет поддерживать свой народ? Вы знаете, что сейчас говорят о том, что у нас и купол на нас рухнет, и криминал у нас на рынке. Но позвольте вас спросить, а где же вы губернатор, где наши изгору правы, наши руководители? Почему вы не говорили об этом раньше? Почему где наша УВД, где наша ФСБ, почему не было контроля с их стороны, если здесь вы считаете, что на рынке криминал? Во-вторых, это монолитное здание. Это здание архитектурное. Оно никогда еще простоит сколько лет. Вы знаете, это все нам вешают, извините, лапшу на уши. Они стараются нас всячески отсюда выгнать. Сейчас еще придумали с нас, если не так, так 80% нам прибавили за аренду. С каждого человека, с предпринимателя платить. Это что такое? Это может ли каждый человек заплатить, например, за 1 метр по 40-50 тысяч, а? Это что такое? Они хотят, чтобы люди сами ушли, не в силу платить такие деньги, а люди повернутся и уйдут. Это им только и надо. Но я хочу вам сказать, народ это сила. Сейчас в нашей стране право голоса и право слова. Поэтому я все это высказываю, не только свое мнение, но мнение, наверное, большинства людей города Калуги. Руки прочь от рынка! Давайте все это скажем! Руки прочь от рынка! Руки прочь от рынка! Все! Спасибо большое. Поскольку основная масса торгующих на рынке это женщины, мы хотим предоставить одно из них слово. Она многодетная мама. И, конечно, ее проблемы наиболее, скажем так, близки, родные и понятны каждому из нас. Добрый вечер. Я многодетная мама. Работаю на рынке. У меня шесть детей. Нас никто не предупредил, что рынок закрывается. Стоим, объявляют. Собирайте свои вещи, идите с рынка. Как дальше жить? Детей, вот я, например, трое школьников. Льгот на обеды мы в школу не имеем. Я плачу каждому ребенку по 500 рублей на троих. Вот в неделю полторы тысячи. Я должна, чтобы они были сыты, отдать полторы тысячи. Где эти деньги взять, если не будет работы? Тема засад. Шесть детей. Значит, плачу 30 процентов, оплачиваю. Кружки. Опять. Льгот нет. Две тысячи с ребенка танцы. На что? Как мне дальше идти побираться или как? Идти в торговые центры? Куда ни позвони, трубку берет армянский голос. Такие аренды, это и только будешь работать, даже, не знаю, на аренду не наработаешь. Как жить вот людям, которые не чиновник, ты, не... На что? На что содержать семью? Кто нам поможет? Кто руку помощи даст? Никто. Как дальше жить? И нас таких не я одна. Помогите. Товарищи чиновники. Дайте работу. Не оставляйте нас без работы. Представьте, вы же тоже можете на нашем месте оказаться. Или думаете, что у вас всегда будет, да? Если вы так делаете, вам это все вернется. Спасибо. Спасибо. Я хочу поблагодарить. Это был действительно крик души, потому что действительно городское право не ставит нас не в счет. То есть без публичных слушаний, без общегородского референдума такие вопросы решаться не должны. И мы хотим обратить на это внимание нашего городского руководства, что любые манипуляции с землей не пройдут просто так незамеченными. Мы хотим работать на своей земле и благоустраивать свой город прежде всего. Поэтому дайте нам, пожалуйста, такую возможность. Мы обращаемся и к президенту Российской операции Владимиру Владимировичу Путину. Пусть он проконтролирует этот вопрос, потому что мы боремся своими силами. Мы отставим свои места и свое имущество. Городское управо буквально пытается разрушить заборы, ворота крытого рынка, нанося ущерб не только частым лицам, но и самому городу. Потому что муниципальное имущество принадлежит всем нам с вами вместе взятым. Нет ни решения суда, на каком основании производятся эти действия. Я хочу, чтобы люди, которые делают это беззаконно, ответили по закону в этой стране. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые калужане, добрый вечер, уважаемые коллеги. Я в своем выступлении хотел бы затронуть такой вопрос, что мы за этот месяц уже о себе в средствах массовой информации услышали очень много утверждений, как я считаю, мягко говоря, несоответствующих действительности от наших чиновников. Вот я свое выступление хотел бы посвятить и ответить нашим чиновникам на некоторые их утверждения. Ну, начнем с того, вы видите, что на наших глазах происходит варварский разгром калужского рынка. Несмотря на просьбу предпринимателей, всего лишь в переходном периоде городские власти начали процесс ликвидации рынка. Все заявления о благоустроенных местах для перехода предпринимателей, ну, мягко говоря, не соответствуют действительности. Чистое поле с палаточным Шанхаем на Грабцевском рынке, против которого губернатор сам всегда выступал против этих Шанхаев, и метр девяносто на метр девяносто коморки в торговом центре «Панорама». А, кстати, еще если о Грабцевском рынке, мы с вами видим, что только благодаря действиям некоторых отдельных предпринимателей в октябре стала возможна постановка там людей. До этого городские власти даже об этом, и само руководство Грабцевского рынка об этом и не помышляло. То есть до октября месяца 16-го года. Итак, если вот это то, что предлагает нам городская управа, если это и есть то будущее, в которое нам советуют смотреть господин Грабцов, ну, значит, добро пожаловать назад в будущее. Также господин Грабцов заблуждается, когда говорит, что предприниматели знали о предстоящем сносе рынка. До начала октября никто из представителей власти не говорил о немедленном, подчеркиваю, немедленном сносе рынка. Даже губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов на своем брифинге от 2 августа 16-го года говорил о естественном процессе закрытия рынка. Действительно, городские власти уведомили руководство центрального рынка о расторжении арендного договора в середине июля 16-го года. Но только людям, работающим на этом рынке десятки лет, никто об этом не сказал. Первые сведения о возможном закрытии рынка предприниматели получили в конце сентября, да и то из неофициальных источников. Городские власти молчали до последнего. Никаких консультаций и разъяснительной работы среди предпринимателей городская управа не проводила. Ну, наверное, можно понять чиновникам, зачем волновать народ такими пустяками перед выборами в Государственную Думу. Вообще, сам технический процесс ликвидации рынка – это яркий пример некомпетентности и некорректного отношения к людям со стороны городских властей. Ну, в идеальном, вот давайте пофантазируем, в бюрократическом мире, власти города задолго до сноса рынка должны были бы пригласить представителей предпринимателей на предметный разговор о четких сроках и возможных местах переноса торговли. Более того, мы должны были принимать участие в обсуждении концепции строящихся рынков. Торговать придется нам, а не чиновникам и проектировщикам. Все решения по данному вопросу должны были придаваться широкой общественной огласке. Законодательным властям города, в создавшейся ситуации, необходимо учитывать мнение не только чиновников, но и простых людей. Конечно же, по такому вопросу, о чем здесь уже говорилось, нужно обязательно проводить публичное слушание. Но, к сожалению, в нашем реальном мире глаз народа игнорируют не только исполнительные власти, но даже и законодательные. Ну, к слову, сильно удивило поведение депутатов от так называемой партии власти во время нашего посещения городской управы 26 октября. Вот неужели страх общаться с народом у избранников этого народа становится таким паническим? В нашем случае мы имеем наполовину разгромленный центральный рынок, полную растерянность предпринимателей по вопросу переезда, так как даже предложенные благоустроенные места не полностью готовы к приему продавцов. Наконец, не стоит забывать о дополнительных проблемах для покупателей, созданных скоропалительными действиями городской управы. Замечательно, что в городе появляются новые предприятия и торговые зацентры. Но зачем нужно нелебедно ломать все старое, не слыша разумных доводов о том, что это старое приносит доход в бюджет и обеспечивает рабочие места? Неужели силовой способ закрытия рынка – это и есть естественный процесс? Чем руководствуются региональные власти, когда в период затяжного экономического кризиса засоздают дополнительные трудности предпринимателям? Вообще, хочется надеяться, что мы живем в правовом государстве с развитым гражданским обществом, где власти ведут равноправный диалог со всеми гражданами. Они принимают ультимативные решения и оказывают на них властное силовое воздействие. Также хотелось бы отметить, что от ликвидации рынка в первую очередь пострадают честные предпринимателями, а не так называемый криминал. Поверьте, я думаю, с этим согласятся все. Мы тоже очень любим Калугу и будем рады увидеть на месте рынка новый парк. Но хотелось бы, чтобы к решению и наших проблем местные власти отнеслись с уважением. Ну и еще в заключении хотелось бы также ответить некоторым чиновникам, когда вот тут говорят о крышевателях, рабах, о каких-то провокаторах. Такое ощущение, что власти до сих пор мыслят категориями 37-го года. Господа, неужели они любой процесс массового сопротивления властям расценивают как действительно какую-то провокацию? Ну вот честно сказать, хотелось бы на этом и закончить свое выступление. Спасибо большое. Мы благодарны за выступление. К сожалению, сегодня не все смогли покинуть свои рабочие места. Половина трудящихся находится, охраняет территорию рынка, потому что мы до сих пор опасаемся того, что городское право приведет свои намерения в исполнение и пытается искусственно признать купол крытого рынка аварийным. Хотя это, в общем-то, памятник архитектуры своего рода. Плюс еще в крытом рынке подняли незаконно на 80% аренду арендаторам. То есть это мы тоже хотели бы вынести на вид и городской прокуратуре, и областной прокуратуре, и главное, городской управе, что происходит, что за самоуправство, почему людям аренду повышают за один месяц на 80%. Люди не способны ее платить. То есть не надо нас искусственно выживать с наших рабочих мест. Сделайте что-то лучше, предложите, мы сами уйдем. Но вы должны решать это прежде всего, мы с вами, калужане и горожане. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые предприниматели, уважаемые калужане. Морозов Андрей, председатель Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Проблема рынка, которая у нас создалась, по большому счету вот этого всего могло бы и не быть, если бы, конечно, наши исполнительные власти были достаточно рачительными и заботливыми. Скажем так, когда проблема стала разгораться, мы со своей стороны, со стороны общественной организации «Опора России» обратились и к представительной власти непосредственно городской управы, и проводили диалоги с управлением экономики города Калуги. Мы предложили ряд нормальных решений, переходных решений, которые подразумевали переходный этап полугодичный, которые подразумевали передачу данной территории от управляющей компании ООО «Калужский рынок». Как нам сказали, что по ее инициативе именно был расторган договор, но здесь тоже можно усомниться, потому что даже в ответах в администрацию президента от городской управы и управления экономикой написано, что инициаторами была городская управа, и они давали предписание. Это сложный вопрос, но опять же, это можно поставить на вид городским чиновникам за дачу недостоверной информации окончательно, в том числе и предпринимателям, и жителям города Калуги. Мы говорили о том, что эту территорию можно передать во временное управление МУПУ-ГОН, тому профильному МУПУ, который у нас занимается на территории Калуги, развитием рынков, мини-рынков, и сказали, что на сегодняшний день те так называемые альтернативные площадки, которые представлены, они не были готовы к приему такого большого количества предпринимателей должным образом. Об этом я разговаривал и с Ивановым, об этом мы говорили Городцову, Дручику Сергею Васильевичу, начальнику управления экономики. Мы постоянно ездили на новый рынок, так называемый, общались с руководством рынка. Да, там замечательные люди, руководители этого рынка, они пытаются создать условия, но со своей стороны городская управа не выполнила обязательства, которые должна была выполнить. Мы не видим там ни пешеходных переходов нормальных, мы не видим там светофоров, мы не видим там развязок, мы не видим на сегодняшний день там возможности припарковать автомобили. А мы понимаем, что даже если предприниматели примут решение переехать туда, то без создания достойной инфраструктуры не будет возможности покупателю приехать на ту территорию для того, чтобы совершать покупки. Это неудобно. Да, также нет возможности людям хранить свои товарные запасы. Конечно, это серьезная проблема, и она требует времени. И поэтому мы выходили именно с предложением дать определенный переходный период. Но та непонятная скорость, в которой развивались события, на самом деле это никому не понятно. В чем же причина? И никто нам не дает на сегодняшний день ответа. Чем так обоснованы вот такие скорые действия? Почему нельзя было принять наши и, соответственно, ваши предложения? Потому что мы эти предложения формировали с членами опоры, которые непосредственно работают у вас на территории рынка. Все это было согласовано. И мы не понимаем до сих пор, почему нельзя было принять эти предложения и действительно пойти на уступку, провести спокойный переход, если уж жители города пожелали, чтобы там был парк. Но к парку отдельная тематика. Конечно же, нельзя говорить о том, что там будет рекреационная зона, не имея ни концепции, ни проекта, не имея финансирования на реализацию данного проекта. Конечно, это жители города Калуги наводят на серьезные мысли по поводу будущего данной территории. Что касается городских властей и областных властей. Общаясь с ними, мы, конечно, увидели большое нежелание конструктивной диалоговой работы. Это очень нас огорчает. Что касается представительной власти, я хотел бы обратиться к депутатам. Уважаемые депутаты, если уж вам, жители города, наделили вас такими полномочиями, дали вам такое громкое звание народного избранника, уж будьте, пожалуйста, к ним внимательными. Не убегайте от них, когда они приходят к вам со своими проблемами, наболевшими вопросами. Пожалуйста, реагируйте на то, что происходит в конечном-то счете. Потому что те отписки, которые вы на сегодняшний день даете, это не совсем то, что жители хотели бы видеть и знать. Далее, обращаясь к депутатам, займитесь в конце концов бюджетным планированием. И не только расходных частей бюджета, но и доходных. Давайте обратим внимание на верхнюю, пока еще не разоренную часть территории рынка. Может быть, все-таки стоит там создать муниципальную площадку, муниципальный рынок, где найдется рабочие места всем предпринимателям, которые здесь сегодня собрались. А собрались они не из-за того, что им просто захотелось сюда прийти, а именно боль, их человеческая боль, их проблемы привели их сегодня сюда. И это действительно крик души этих людей, которые сегодня собрались. Тем более, имея муниципальную площадку, можно там с достоинством представить всех калужских фермеров, товаропроизводителей, можно сделать центр притяжения. Тем более, отцы и деды, которые планировали рынок там, они строили всю логистику нашу городскую так, что все дороги сходились к рынку. И именно было удобно для населения пользоваться этим рынком. Это нужно тоже учитывать. И, на мой взгляд, если, конечно, депутаты, дай бог, я надеюсь, что они прислушаются к нам и действительно сделают там муниципальную площадку, это будет доходной статьей бюджета, которая будет давать не один миллион в бюджет, на который можно строить, не только строить, но и в дальнейшем содержать и парки, и скверы, и другие рекреационные зоны города. Если предприниматели меня поддерживают, пожалуйста. Спасибо большое. Я хочу сказать еще о жителе вот этой центральной части города нашего. А где мы будем покупать что? Куда мы? Обязательно надо куда-то ехать, деньги платить за проезд, бегать по всему, по всем участкам, Северный, Кубяк, еще куда-то. А почему мы остаемся без обовновенного своего рынка, который издавна, с самого начала города, был здесь в центре? Кто это за это ответит? Опять никого нет. Добрый вечер, уважаемые калужане. Я надеюсь, что он будет добр с сегодняшнего вечера. Я житель Калуги, я не из торговцев, как-то пытаются изобразить власть имущие, сделать маргиналы из людей, которые трудятся на рынке и создают необходимые для нас условия. Вспомните, кто эти люди. В 90-е годы их согнали с заводов, фабрик и предприятий. Они вынуждены были искать места для того, чтобы приносить пользу себя, кормить и обеспечивать калугу. И теперь опять повторяется то же самое. Опять их сгоняются, этих мест. Кому это нужно? Вспомните фразу, ну, если кто ее помнит, сто лет назад сказано, что это глупость или это предательство. Потому что глупость – это когда конфликт интересов, понятно, между коммерческими структурами, между организациями, даже в семье равных, так сказать, соперников. Но когда конфликт между руководством города и частью жителей города – это 3 тысячи работающих, а плюс члены их семей – это более 10 тысяч людей. Это огромная масса. Создается социальный конфликт. Что это? Предательство или это глупость? У нас, мы живем в последнее время под лозунгом «Крым наш». То есть у нас определенный подъем. И на фоне этого подъема создаются специально, я думаю, по-другому не объяснишь, условия для нагнетания социальной напряженности. Почему все вот эти лозунги или высказывания руководящих наших товарищей, которые утверждают, что рынок – это клоака, что тут мафия, что тут работают неизвестно кто? Почему? Для чего создавать такой имидж людям, которые трудятся так же, как любой другой калужанин? Почему люди, живущие в районе рынка, должны потерять это место? Почему рынок, который по всем меркам один из лучших в России и по структуре, и по месту расположения должен был снесен? Почему руководство города и области создают себе славу не строительством, а разрушением? Что останется, когда вы уйдете? В какую память вы оставите? Оставляет память тех, кто творит добрые дела, и тех, кто строит. Кто спросил стоящих здесь? Кто спросил жителей экологии? Где общественное слушание? Где референдум? Где высказывания народа? Спросили народ? Вы понимаете, руководители, вы создали ситуацию из ничего, хотя, наверное, из чего-то, но вы ее создали и не можете разрулить. Значит, надо находить выход. Ищите общий язык с народом. Это ваша задача теперь. Завели в тупик. Разруливайте ситуацию. Иначе у нас будут продолжаться эти дикие, глупые решения. На месте купола можно поставить еще огромный глобус, который у нас в городе поставили. А торговцев рынка, который у нас клоака, посыпать дустом, чтобы они не размножались, как тараканов. Вот призывы и логика действия наших руководителей. Крым наш, рынок наш, Калуга наша и страна наша. Вот этот принцип главный. Здравствуйте. Я калужанка. Я всю жизнь прожила в Калуге. Вот 68 лет. Я не готовилась выступать. Я житель этого города. И вот 69 лет я живу, и все время рынок существовал. Что довели его до такого состояния. Это виноват. Я тоже считаю, что руководство нашего города и области. А сейчас все, я как житель, как покупатель. Я не представляю. Вы посмотрите, на том рынке никого нет. Ну, тот рынок может существовать для того района. Ну, здесь и узел связи хороший, и все. Неужели вы нас не... Депутаты, городская власть, если вы здесь. Неужели вы нас не поддержите? Неужели вы нас не поможете? Мы очень переживаем. Жители города очень переживают за эту ситуацию, которая сложилась на рынке. Извините, пожалуйста, может быть, я не так. Но это страшное дело идет. Страшное дело. Вообще-то я не хотела выступать, но некоторые выступающие меня задели, как говорится, вот на все, что... Ну, во-первых, я хочу сказать большое спасибо и низко поклониться вам. Вам, именно предпринимателям, продавцам нашего рынка. Я живу в этом районе. На этот рынок ходила моя мама. На этот рынок хожу я. И мы всегда, в самое трудное время года, рынок позволял нам выжить. В 90-е годы, когда нас просто выкидывали еще трудоспособных, нормальных, как говорится, работников на улицу, если бы не рынок, где можно было купить то, что за те деньги, которые у тебя есть в кармане. Я не предприниматель. Я никогда не торговала. Я только покупатель. Но на нашем рынке я всегда чувствую себя комфортно. Потому что на рынке не смотрят, богатый ты или бедный ты. Просто покупай. То, что тебе нравится, бери. Не хватает денег. Тебе всегда и, значит, скинут цену. Если размер не подходит, она побежит, принесет, обмерит, замерит. Нет, приходите завтра, мы достанем. Где еще можно такое найти? Вот это и есть настоящая рыночная торговля, рыночные отношения. Зайдите в 21 век. Я вообще туда боюсь заходить. Я не нищая. Нет, я не бомжиха. Но когда я захожу туда, мне в затылок сзади не один раз говорили. Женщина, а вам не кажется, что вы не туда попали? Понимаете? Правильно. А я не могу сказать, что я совсем бедный человек. Да, мне 77 лет, но у меня хорошая пенсия. Понимаете, это настолько унизительно. Или возьмите наши супермаркеты. Вот они. Магнит, дикси, которыми нас обложили. Так что там за пища? Курицу возьмешь, бульон начинаешь варить, а он зеленого цвета. Спрашиваю, почему? А мне говорят, а вы бы ее вымочили часа 2-3. Потом проварили, а потом бы слили. А потом бы ее можно было есть. Или еще лучше, вот эта моя соседка купила сыр, принесла домой. Там прям эти самые, ну, зубы, крысы, видать, обголодали. Она им понесла, вернее, не понесла, наверное, я выкинула. Я думала, упаду в обморок. На следующий день сказала, так, вместо того, чтобы извиниться, каким-то образом, нет. Они ее оскорбили, обвинили. В общем, короче говоря, конечно, я понимаю, построив такое количество супермаркетов, это не просто так, построил и все. Им давались гарантии, что они будут получать прибыль. Когда есть такой рынок, куда я пойду? Конечно, я пойду на рынок. Я там, там, я заплачу там. Тем более и цена меня устраивает, понимаете? И даже имея 100 рублей в кармане, я всегда приду с рынка, и у меня что-то будет куплено. То, что мне надо. А вот попробуйте вы там в супермаркетах возьмите. То же самое и сейчас. Открыли этот новый рынок. Ну, ради бога. Частный рынок. Ну, покажите, дайте альтернативу. Да если мы поймем, что там лучше, мы, может быть, будем, как говорится, на карачках ползти туда. А сейчас что такое? А этот? Пусть существует, пусть соревнуются два рынка. Нет. Устраивают в наше время 90-е годы для вас. Вот что обидно. Мы перенесли то время, когда были мы на улице, когда приходил домой и не знал, что кушать. Когда я стою последнее обручальное колечко, у меня единственное было. Мы дети войны, мы золота не имели. Понимаете? Я его пошла, сдала в ломбард, потому что не на что было даже хлеба купить. И я знаю, что это такое. Когда она приходит, вот у нее пятеро, шестеро детей. А каждому надо покормить, одеть. Ребенок не может детям в школе быть одетым хуже, чем остальные. Он себя будет чувствовать ущербно. Вот что ужасно. Самое страшное другое. С нами никто не считается. Вот я живу в этом районе. У нас Суворовская община. Я вам приведу такой пример. Когда министерству торговли надо было снести несколько павильончиков. Ну знаете, ларьки такие там торгуют. Они пришли к нам на совет общины и просили нашего согласия. Каких-то два павильончика снесли. Здесь целый рынок. Отводить под парк. Я еще могла бы понять, если бы сказали, товарищи, надо построить новую больницу. Понимаете, места не хватает. Отдайте нам это. Ну это, парк. Сколько же можно нам парка? Сквер мира есть. Парк этих землей, сквер медсестер есть. Сквер театральный есть. Сквер Кирова есть. И этот парк Центральный есть. Парк Толковского есть. Парк Воронино есть полный. Простите, дерьмом загаженный собачьим. Да сколько же нам нужно парков для того, чтобы оставить людей без того, что ему необходимо для жизни. Вы знаете, скажу вам честно. Вот когда я стала говорить с людьми в доме живущих, никто не верит в то, что рынок снесут. Ни один трезво мыслящий человек не может даже себе представить, что такое наторгованное место можно просто-напросто так перечеркнуть. Ведь это чистые деньги для города. Как же наш губернатор, который сейчас сидит, вот показывали по телевидению, везде в интернете, рыдая, просит у Путина деньги, потому что миллиарды, потому что мы сидим в долгах область. Как же он может? Или что? Он у Путина лукавит? Или как тогда? Как же можно делать, бросаться таким лакомым кусочком? В общем, сейчас, последнее слово. В общем, я скажу вам одно. Спасибо, ребята, за ваше мужество, за все. То, что, может быть, наше поколение не пришло сюда на митинг. Уже многим трудно ходить. Кто-то больной. Знаете как? А потом, калужа, никакой народ. Сидят, как говорится, моя хата с краю. Я ничего не знаю. Авось пронесет. Вы не обижайтесь. Но мы за то, чтобы рынок был, оставался. Не надо мне никакого парка. Кто-то здесь сказал. Не надо мне парка. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Тоня, Тоня. Сережа. Тоня уже. Спасибо. Спасибо. Молодец. Так, во-первых, хочу большое спасибо сказать депутатам, которые не побоялись прийти на наш митинг. Вот каждый человек, кто здесь стоит, является избирателем. Ни один депутат, ни с одного округа не осмелился прийти к нам на митинг, чтобы хотя бы просто поддержать. Пусть бы они ничего не говорили, но постояли бы с нами рядом. Во-первых, у нас рынок муниципальная земля. Все деньги идут муниципальному. Там нам предлагают панораму, весь этот, лабиринт Минотавра, где какой-то человек будет идти просто ради утехи, бросит домовую шашку и будет вторая хромая лошадь. На Грабцево нас хорошо, да, ничего не хочу сказать, руководители хорошо разговаривали. Я столкнулась, в воскресенье буквально, сказали, до 15 декабря стоим бесплатно. Хорошо, стоим. В воскресенье подходит ко всем, говорят, платите за камеру хранения. У меня родственница, у нее контейнер подобный, ну, рыночные все знают. Я говорю, я камеру хранения ставить не буду, у меня родственница, я буду у нее ставить, потому что я еще не наторговала ни копейки. Подвели мне молодого человека, представился он начальником камеры хранения и сказал, стоите на этой земле, не дай бог узнаем, что вы поставите в обувную камеру, и они лишатся мест, и вы лишитесь мест. Простите, у меня никакого договора нет на это место, у меня нет ничего, чего я могу лишиться, я не знаю. Потом, шестой троллейбус, маршрут, единственный шестой троллейбус, который засекала, 40 минут ждешь. Нет его. А, причем еще молодой человек добавил, что значит, мы за аренду за камеру хранения проплатили своими личными, и плюс льготный автобус мы оплачиваем. Приедут 2-3 человека, я специально стою, наблюдаю. Потом, стоит вот так вот моя палатка, и машины вокруг палаток ездят, разворачиваются. Директора спросила, я говорю, я что, на автостоянке стою или на рынке? На что мне ответили, радуйтесь, что к нам машины ездят. Все. И еще, еще хочу добавить, они, значит, признают купол аварийным. У меня дом 32-го года постройки, тоже аварийный. Простите, его не, это не факт, что его сносят, будут делать капитальный ремонт, который в 10-м году в городе выиграли суд и прокуратуру, и Клыпареву, и куда только на прием не ходили. Нет денег в городе, а на парк есть. А почему нам купол не сделать капитальный ремонт? Почему его обязательно сносить? Оставьте нам этот кусок, который вы уже, вандализма там не было. Всю Калугу продали. Всю Калугу продано. Посмотрели бы на Чечерина, забор на кладбище. Что за стыд? Перед каждым 9-м маем немножко поштукатурят, и все, он весь рассыпанный. На забор денег нет, а на парк есть. Где будут аттракционы стоять? Опять же, частные и опять же, платные. Дорогие калужане и работники Калужского рынка, большое спасибо, что вы проявили сознательность и пришли к нам поддержать нас, потому что мы действительно хотим в одной из резолюций сказать, мы хотим оставить наш рынок на прежнем месте, на историческом, где он находится больше двухсот лет. Это историческое место, и у многих из вас с ним связаны большие воспоминания. Также мы пригласили наш митинг представителей городской управы и депутатов, но, к сожалению, они не с нами. Поэтому хотел бы выразить особое недоверие господину Горобцову, господину Денисову и господину Волкову. Это не та власть, которой мы достойны. В отставку! Да, да, в отставку! В отставку! В отставку! В отставку! Добрый вечер, дорогие товарищи. Территория нашего рынка, земля, муниципальная. Территория этого шквера театрального, тоже земля муниципальная. Вот на этой территории построено кафе у фонтана. Когда его строили, здесь проходили митинги. Я живу здесь рядом. И в это время Артамонов пришел к нам на завод агитировать нас, чтобы мы проголосовали за Акимова, за мэра города. Якобы ему с ним будет легче работать. Я к нему подхожу и говорю, Анатолий Дмитриевич, что происходит? У нас здесь проходят митинги по поводу работ, которые ведутся на территории театрального сквера. А он мне сказал, вы знаете, мне очень жалко эту семью. Она столько денег туда вложила. И вот так был построен это кафе у фонтана. Это разве слова губернатора? Это слова были членами этой семьи, которую он пожалел. Вот так же будет и с рынком. Точно самое. Ему кому-то, кого-то жалко. Члены семьи как-то начали слово. Так что давайте будем бороться за этот рынок. Добрый вечер. Мы, предприниматели, женщины, матеря, оставляя детей каждую ночь дома, охраняем наш рынок. На нас принимают, на нас натравливают хулиганов. Городская власть. Везде мы бились, везде ходили. Нас не слышат. Не хотят с нами договариваться. Не идут на компромисс. Мы хотим, чтобы чиновники услышали нас. Мы нашли какую-то середину. Ни вам, ни нам. Должна быть середина. Владимир Владимирович всегда договаривается с народом. Слышит их. Почему калужская власть нас не слышит? Дети наши в школе рассказывают. Мама защищает рынок. Борется с хулиганами. Это что, до чего мы дожили? На нас распускают газ. Сейчас женщина без сознания лежала в больнице. Только выписалась. Травили газом 20 ноября. Теперь постоянно идут угрозы. По телефону встречают на дороге. Мы должны опять, вот сейчас после митинга, идти охранять наш рынок. Потому что горуправские ходят днем. Делают провокацию. Говорят, что вечер наступит. Придут с нами расправляться. Зачем это все надо? Чтоб закончилось плохим. Давайте решим все мирно. Пригласите нас к себе. Инициативную группу. Не найдем середину. Скоро Новый год. У нас нет настроения детям покупать подарки. И не на что будет. Потому что вы говорите, что 1 числа все закройте. Крытый рынок разбомбите. Палатки наши подожгете. Мы согласны идти на хорошую площадку. Согласны даже сами за свой счет реконструкцию этого рынка. Мы же сколько платим? Предприниматели на свои деньги могли бы все это отреставрировать. Но ведь же городская власть всегда заключала договор только на один месяц. Почему не заключить долгосрочный договор? И мы все отреставрируем. Приведем порядок. У нас будет чистота. Сейчас снесли нижнюю часть. Мы за нее боролись. И что город сделал? Всю эту грязь разворотил, накидал. И так стоит грязь посреди города. Хотя бы убрали эту грязь. Специально оставляют, чтобы калужане видели. Что нас и так обозвали. Что это Шанхай. Что мы быдло. Что мы не народ вообще. Я считаю, что чиновники после нашего митинга должны найти с нами компромисс. Должны услышать. Я записалась на прием к Артамонову. Артамонов меня не принимает. Как инициативную группу. Прислал письмо. Я не писала ему письмо. Зачем он мне дал ответ письменный? Я хотела лично встретиться. Обговорить эту тему. Нас нигде не принимают. Ездили мы к Путину на приемную президента. Обратились мы. До чего мы дошли? Мы уже обратились к Кадырову. Да вы что? Вообще мы не знаем, куда обращаться. Обратились, чтобы он как-то передал Владимиру Владимировичу, что творится в Калуге. Но кому нам еще? Другому губернатору мы сейчас обратились, чтобы он передал Владимиру Владимировичу, что делается в Калуге. Надеемся, 1 числа будем звонить. Прямая будет, говорят, горячая линия с президентом. Будем звонить ему. Все предприниматели будем звонить. Может, какой-то звонок один и слышит от нас. У нас много матерей-одиночек. У нас много многодетных матерей на рынке. Нам всем от 40 до 60 лет. Нас где ждут, скажите? Где нас ждут? У чиновников дети обеспечены. Наши дети, квот-репетиторы. У меня, у дочки, репетиторы. Каждый день даем деньги. Где мы их возьмем? Кроме рынка нам взять будет негде. На рынке хорошая торговля. Все знают. Загоняют торговые центры. Были у нас магазины. Мы их все прошли. Опять возвращаемся на рынок. Только рынок дает доход. Графцевский рынок. Это же еще все говорят, идут слухи, что по документам это не рынок. Что через 2-3 месяца там начнется опять стройка. Зачем нас согнать на 2-3 месяца? Там покупательского спроса вообще нет. Предлагают нам Секиотова. Ну кто туда поедет? Это лучше дома сидеть, чем туда идти. Это же вложение денег в товар. Должна быть его реализация. Покупатели должны быть. Во-первых, Графцево на рынок не пускает бабушек с товаром. Ни одну бабушку туда еще не пустили. Всех их выгоняют. Свою продукцию негде продать. Приезжают здесь и творог продают. И рассаду все продают. Где будет народ это все продавать? Где покупать все будет? Торговые центры это не тот формат продажи. Нам нужен рынок. Шаговая доступность для покупателя. И я призываю чиновников, которые здесь есть, передайте, чтобы они нашли с нами компромисс. Зачем вы делаете новогодний такой подарок? Мы не знаем, что будет первого. Первые нам грозят, убьют нас всех там на этом рынке. Что нам делать? Мы опять идем стоять. Дети брошены дома. Идем стоять охранять этот рынок. По очереди стоим все женщины. Охраняем. Калужане, кто проезжает, говорят, вы что тут делаете? Охраняем рынок. Смех у всех вызывает. Давайте найдем компромисс. Чтобы вы нас не обижали и мы вас не обижали. Нельзя ругаться. Надо жить дружно в своем городе. Дорогие калужане, вы, наверное, поняли, что все проблемы нашего города, они рукотворные. Именно причиной их является наше городское руководство, городское управо и областная администрация. Я считаю, что Анатолию Дмитриевичу не стоит при жизни строить себе памятник на месте нашего рынка. Город его еще долго не забудет после того, что он с нами сделал. Я обращаюсь ко всем к вам. Первого числа будет прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Пусть от каждого из вас хотя бы по одному словечку долетит до президента. Растопит его сердце. Заставит его повернуться к нам. Помочь нашей проблеме оставить рынок на его историческом месте. Прошу вас, проявите немножечко внимания, отправьте смс-ку, отправьте сообщение, позвоните по электронной почте. Сделайте, пожалуйста, это для нас и для себя. Мы вас очень просим. Спасибо большое. Пусть от каждого из вас. Уважаемые Клужони, спасибо всем большое. Мы заканчиваем наш митинг. Хотим вас всех видеть покупателями на нашем рынке. Приходите, пожалуйста. Мы вас очень ждем и любим. Спасибо вам большое. Митинг закончен. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...